Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Live и такая вот у нас команда, в общем-то, цель сбора такой команды у нас какая? Ну, во-первых, у нас здесь все шустрики, ну кроме Зухотатора, Зухотатора у нас отдельно, в общем-то, все это шустрики и большинство из них Рапторы, то есть 4 Раптора. Первая причина, потому что это собрать команду Рапторов, давно мы не сражались, но обычно в Велосераптора мы не берем, он слишком мощный. Возьмем обычных Рапторов, то есть команду Блю, Чарли, Эхо, Дельта, кстати, одного где-то я потерял. А, то есть Блюшка у меня просто тоже сильно вкачанная. Чарли, Эхо, Дельта, потом берем Дейна Хейер, Эрли Казавра берем, Дилоса берем, ну в общем-то, как вы поняли, все их объединяет. Вот это быстрый скорость, короче, потом сильный двойной удар с снижением урона, ну вот как раз снижение урона у нас работать сейчас не будет. Да, а Зухотатор взял просто так, потому что зашел и посмотрел, и он довольно-таки неплох, то есть удар с кровотечением, опять же, нам не нужен, но у нее есть удар, который очищает себя, и удар, который нейтрализирует положительные эффекты у врага. Еще есть еще мгновенная, один ход, да, минус 90% к цели на урон, но опять же, эта штука у нас не сработает, а не сработает она почему? Потому что у нас в этой башне противники с иммунитетом, и нам рекомендуют использовать быстрых существ, таких как Велоцираптор или Дейна Хейр, в общем-то, я так и сделал, и обнуляющая способность, но не написано обнуляющая кого? Ну, обнуляющая врага, скорее всего, да, не себя, а врага, потому что тот же Димитродон, да, вот у него есть шанс крита, то есть усиление, он себя может усилять, но, в принципе, с нас усиление они вроде как не будут снимать, ну, давайте сейчас будем что-то тестировать, и пойдем десяточками, у нас здесь 5 боев, начнем с Зухататора, будем обкатывать именно его, кстати, да, вот уже, наверное, приступлю я к прокачке кентрозавра редкого, потому что он нам нужен 20-го уровня для создания двух супергибридов, представляете себе? Ну, после боя, если не завтыкаю, мы зайдем, посмотрим на кентрич, я сделал его 13-го уровня уже, так, мы шустрые, но кровотечение на него не сработает, а этот удар, наверное, стоит, как бы, попожей применить, когда он сделает себе буст, ай, черт, подюри, не обратил внимания, что это у нас был удар без ничего, давай примитивный наш, ну, это я вообще-то про противника нашел, так, так, а какой у тебя шанс крита? 20%? Ну, что, так неплохо ты раздал? Отлично. Идем дальше. Так, секодонт, да, у нас будет, а, нет, это димитродон второго поколения, ну, тоже такой себе простой, пока что берем все тех же. Ну, там уровня, наверное, до 13-го в последнем бою, наверное, особо сильные противники не будут, давайте снова возьмем за хататора. Так, а, собственно говоря, вот этот удар обнуляющий, он нафиг, кому он нужен? Зачем нам говорили, возьмите такие удары обнуляющие, в противнике вообще никакого густа нет, вообще здесь обыкновенные удары. Хотелось бы, конечно, кровотечение кому-то раздать. У нас все спинозавриды обладают такими ударами, ну, и их гибриды. Так, это будет больно. Это было больно. Так, ну, противник у нас один, так, это не использовать. Он даже нас не замедляет, в общем-то, ничего нам не делает. Ну, давайте мы сейчас как раз, наверное, время подмениться, что ли. Плюнем кислотой на него. О, опачки, быстрее, отвлекающая замена. Прикольно, это у Диласа пассивочка такая. Урон противника снижается, но он бы снизился, если бы, короче, вы поняли, если бы у них не было иммунитета. Блин. Да, вот такие простые динозавры обладают таким классным ударом. Вообще надо... Есть ли где-то, ребята, кто-то из вас встречал, может, есть ли таблица, где собраны все динозавры со всеми умениями? Ну, как, когда мы прокачиваем MonsterLegend, есть сайт mlfall.su, да, там, где вот все удары, всех боссов, ну, всех, короче, монстров. Вот есть ли такой, вот такая таблица, кто-то делал ее по нашим динозаврам. Сейчас, как бы, актуально вот эти все пассивные умения, там, и не только пассивные, вот это все дело увидеть. Было бы очень даже хорошо. Так, ну что, какие у нас тут противники? Седьмые, восьмые, да? Что, время подключать? Звухататором уже наигрались. Ну, пока его брать уже не будем. Начнем с тебя. Так, это у нас эхо. Так, что у тебя там за третий удар? Очищение себя, нанесение урона полтора. Ну, сначала лучше двойной, конечно же. Так, ну, Так, вот он себя усилил, да? Ага. Это всего лишь на один удар, что ли? Да, полтора урона и шанс крита. И все, короче. Не имеет продолжительного действия. Что-то как-то слабовато. Хотя бы на следующий ход еще бы продлевалась эта тема. Так, последний удар эхо. Ее потом должны сожрать. А может и нет. Так, отлично. Ну, как-то так довольно легко идет. Давайте зайдем еще. Кто у нас теперь? Уже у нас уже три. Так. Ну, давайте вот так пойдем. Ну, рапторы, конечно, неплохо, да? Они просто чуть ли не с одного удара. А если проскочил крит, то еще и с одного удара на самом деле могут все распетлять. Давайте возьмем юта раптора. Давайте еще посмотрим, вспомним, что у него там за третий удар. У него есть шанс крита. В принципе, он нам сейчас не понадобится. А, уклонение. Вот такое же. Он побыстрее, да? 128. А у него было 131. Ну, это второе самое быстрое существо в игре. После велосераптора обыкновенного. Ну, давай. Давай крит. Крит дал, но это как бы не помогло. Так, ладно. Ну, естественно, мы можем уже победить. Давайте возьмем второго раптора. Чарли. Полосатенькая такая у нас Чарли. Крит. Крит, да, нам прилетел. Смотрим, что у нас здесь. Шанс крита. Молодчинка. 1647. Так, Димитович второго поколения. Давай двойной урон. Так, и кого мы тут возьмем? Ладно, давайте еще Ютараптора. Тоже двойной урон. Готово. Ну, а на следующий бой туда пойдем нашими эрликами. Так, 3900, ребятки. Приближаемся к 4000 по долларам. Так, ну и нужно взять вот так. Ну, да, слабовато. Че-то я думал, уровень противников наш будет расти посильнее. Так, кто у нас тут более шустрый? 130. 128. Ладно, давайте. Дейна Хейер. Клюв. Клюв, клюв, клюв. Ничего себе. Он посмел быть быстрее нас. Мы сейчас это у него заберем. Теперь мы быстрее. Звук такой был ветра. Вот когда мы применяли удар вот эти вот искорки, которые летят, такой звук ветра создавали. Плюс 10 к скорости на 3 хода. Ну, это всего лишь что добавляет. Плюс 10 процентов. Это добавляет меньше 2 к скорости. То есть, на самом деле, велоцираптор оказался бы быстрее. 130. По идее, да. Потому что нам добавилось 1,3. У нас по 131,3 получилось. Так, а вот это парнишка, сегодня его даже тоже ловил их. Ну, давай. А ну-ка. Щит плюс броня. Жаль, что удар не учитывает эти моменты. Время подмениться. Так, нас, типа, замедлили. Но он и так, как бы, ходил. У него скорость... Ой, очень медленная. Это ему минус 50 к скорости. А ну-ка, если мы 10 процентов добавим, они добавятся к минус 50? Или они добавятся... Он остался быстрее нас, ребята. Ну, у него сейчас пропадет уже эта штука. Ну, и хана, наверное. Нет! Но... Но мы стали быстрее. И это его похоронило. А так он нас пробил. Молодец. Синенький ты наш. Ой-ой-ой, что-то я забыл про этого. Ну, давай. Это мы пока еще никого не потеряли. Но вот сейчас потеряем. Но это был фатальный удар. Оу-оу-оу. Так, ну что, последний удар нанесет кто? Дельта. Чарли. Давайте дельта. И сейчас кто у нас заберет победу? А, и удар с подмены не активен. Я хотел его нажать, и чтобы там рандомное существо, короче, было на финальной заставке. Ну ладно, пусть будет. Пусть будет так. Так, немножко нам насыпало клеточек. И... Секодонтозавр эпический. Да. Вот такие вот, в общем-то, у нас были дела, ребята. Вроде как ничего нового нет. В чем я в рюкзаке. Редкий. Ну, ух ты. Большая капсула с приманкой. И капсула с приманкой. Они еще, оказывается, одинакового класса. Есть разные виды. Есть большая. И обычная, да? Приманка для... И тоже есть еще, получается, вот эти вот большие. Нет. Точнее, нет. Есть маленькие. Капсула с приманкой. Они... Она по размеру меньше, чем вот эти. Ладно, ладно. Будем как-то это все дело... Собирать. Так. Где наши монеты? 4500, ребята, нужно насобирать. 4500. Довольно много. Ну, мы получим 250 тысяч. Чуть больше, чем у меня когда-либо было. Да? А, да точно. Чуть не забыл. Хотел же вам показать кентрозавра. Вот. Вот кентрич. А, тадзянгазавр. Че-то я говорил. Кентрозавр, но нет. Вот. Тадзянгазавр. Мне нужно его сделать. 20-ый. Представляете себе? Это... Ну, я... Мне не хватит. Не хватит. Сколько там нужно? 750, там... 1000, 1200. Ну, короче, уровень на 17-ый у меня, наверное, хватит. Клеток. Но из него делается Туарамалох и Диараджазавр. Представляете себе? Ну, это... Перед этим еще нужно... Раджа-килозавра прокачать. Да, на 20-ый левел. А для второго гибрида нужно прокачать на 20-ый левел... Легендарного гибрида Парамалоха. Которого у меня, в принципе, нет. Потому что у меня сейчас нету клеток Стиги, да? Да. Ну, хотя я... То есть я Таурамалоха уже могу создавать? Точнее, вот это вот, парнишку. Парамалоха я могу уже создавать, да? То есть мне просто нужны клетки. Да, у меня 8 клеточек откуда-то взялось. Таурамалоха я могу уже начинать создавать. Точнее, Парамалоха. А это все ребята у нас уникальные, да? И этот уникальный, и тот уникальный. И этот тоже уникальный. Вообще, дикий зверь. Какой-то прям монстр из арка какого-то. Модернизированный какой-то... Как будто бы Рекс. Ну, вот такие дела, короче. Ну, будем потихоньку прокачивать... Тадзянгазавра. Также, что у нас там? В процессе прокачки у нас... Вот, я уже создал 210 клеток Индораптора. Ну, просто... 2000, короче, генов Раптора. Это много. Сейчас, правда, идет как раз акция на них. Да, ну, это я в основном, короче, их и отлавливаю. Ну, тут отловил уже всех, кого было. Короче, Та Никола Греуса пропускаю. Пропускаю даже этих наших... Как там они называются? Галли Мимы или... Обычные, короче. У меня их тоже где-то... Я их навыигрывал, у меня их дофига. В боях мне насыпали. Ну, в общем-то, такие дела. Так что, спасибо за просмотр. Отдельно спасибо за лайки. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok